всем привет меня зовут полина и сегодня снимаю такой study with me влог тут рассада не обращайте внимание общение сейчас нахожусь на балконе вот мы сейчас с вами пойдем делать тренировочку а потом уроки и все такое также не забывайте ставить лайки и подписываться на мой канал это то чего я ждала я не знаю я просто готова на нее применять все вы просто понимаете когда сидишь на плантине и тебе приносят вот это и ты такой спасибо господи я так рада была и не представляешь сейчас вот такая вот она блогерская жизнь сегодня я постараюсь вам показать как мы делали с бабушкой пироженки будем делать точнее вот этого всего я сейчас вам покажу рецептик который я написала сама я его бабушка мне представила я написала но он действительно нравственная работа на самом деле вот видите просто там короче там просто буквально все оно в ленточках я не знаю он не четкий вот вам думают это то что там ленточки вот такие вот вот они там они просто везде там беседки все закрыли и конечно же было очень приятно сейчас откроем окошко чтобы немного подел ветер ну вот такой ветерок нибудь нашу жар где я не буду виновен и вот почему-то они здесь коричнево вот сейчас я покажу что у нас здесь лежит у нас то есть и кислики которые мне нужно для смузи для кислики для мороженого банан 2 я делаю через 1 минут вот такой вот сырок у нас есть короче ром тур по холодильнику вот масло здесь есть кетчуп там еще кетчуп здесь лежит злеточки марина и за скистоваться потом леднил пистер сметанк обожаю драньки этот сметанк и слепушек видите да что здесь творение и просто видите это да видите как я вы видите сейчас я буду делать свою физ подготовка так скажем на самом деле я не переодевалась я осталась в домашней одежде у меня здесь такие вот лосины такие вот адидас лосины и сейчас мы с вами будем вместе тренироваться потому что вы меня просили вот так вот сейчас завяжу шишку чтобы волосы не мешались вы если вы не слышите это вот это вот грохотание у нас по ходу идет град это капец не люблю на самом деле такую погоду потому что настроение тоже очень сильно портится сейчас вам покажу что творится на улице я не знаю идет ли там град я не вижу просто давай сейчас посмотрю я просто открыл окно я открываю окно и там и там такой щенка там град но там мотается вот эта вот фигня поэтому это не град там был дождь поэтому я окошко немного закрой вот так вот вот так вот тут все они горы чек Сейчас на самом деле не знаю, на самом деле не было просто ли я не давать форму, но на самом деле не хитова это за крылья, но я не могу сказать, что я не могу сказать, что это все равно, и вот тут были все вниз, так там говорят в воде рыве. А для начала мы сделаем пресс, а для меня вообще пресс 50 раз, уже 2 и 10 раз, но мы делаем на самом деле сейчас 10 дня, мы 10-20 раз пресс, я бы все ушкую, вот, поэтому я не буду делать 50 раз, чтобы вы не зашли с ума от этого нового пресс, потому что это перед очень много времени. Итак, мы сейчас не будем подобрать, потому что они не битвы, мы сейчас делаем в пресс, подделаем еще одно забавление на плит, это может быть множечки, мастер, но я сейчас скажу, что это всё делается. Теперь множечки. дальше мы будем делать планку на самом деле планку я делаю на телефоне несколько минут, но я буду сикать начало поэтому я не знаю теперь я обмокаю и сейчас я на самом деле я держусь в понедельник и по 4-30 секунд а потом я не полнуюсь сегодня на самом деле, я держусь в минуту но яやка держу еще, поэтому я сейчас все ускорю и все конечно же как он теперь мы сейчас направляемся сейчас но это самое премьерское это невозможно это невозможно я держусь не только но сейчас я берусь Сейчас мы с вами будем делать бабочку. Это вот так. У меня получается колени полностью легли. Теперь мы тянемся вперед. И закрепляем вперед, потому что здесь мы. Ну ладно. Вот видите, вы выполнялись как-нибудь. Также мы делаем бабочку с вами. Думаю, у некоторых это называется кришечка. Но мы будем дать типа вот так. Так, ладно. Делаем бабочку. Раз, два, три. И выдерживаемся на три секунды. Растяжка у меня все не очень, поэтому вот так вот. Раз, два, три. Опять. Раз, два, три. И оп. Вот, ну на самом деле после ежедневных тренировок вам становится все легче и легче. Сейчас я еще постою немного на мостик и думаю закончу свою тренировку. Потому что все, в принципе, я все делала. На самом деле я тренировалась сегодня еще утром, поэтому лучше бы вам увидеть мое утро, как я его провожу. А так, если вы хотите, лайк, комментарий, подписывайтесь. Это все покажет то, что вы хотите. На самом деле сейчас уже все. Я давайте я вот так сделаю. И вот так еще сделаю, чтобы вы не видели меня. На самом деле это все, я просто сделала все, что мне нужно. Это показала вам свои тренировки, показала вам свой планер, показала, что я читаю, потому что книжечка осталась там. Вот. И сейчас осталось последний, это бег пять минут. На самом деле я еще медитирую, но так как вы утром не присутствовали с собой, со мной, поэтому сейчас будем бегать. Мы пришли с вами сейчас в комнату. И вот столько лягов из Тимофея. Сейчас я это все уберу куда-нибудь. Просто у нас два рабочих стола. Может, у него портфель стоит. Вот. Да, кстати, сейчас я вам покажу ту самую книгу мастерской. Ой, как бы отсюда мастерится. Я прохала как-то на кресле, который качается в этом на самом деле. Она безумно толстая, здесь 500 или 600 страниц. Ну вот. Сейчас я хочу ее немного почитать, кстати, написанную. Сейчас покажу, как она у меня выглядит. Вот так-то, мастер и Маргарита. Я начала ее читать только вчера, добралась до второй главы. Вот моя закладочка, глава 2. Ну, на самом деле про книгу ничего пока что сказать не могу. Вот, просто я хотела ее купить, но потом увидела там то, что у нас есть такая вот книга в старом варианте. И решила прочитать в старом варианте, потому что мне так очень нравится. На самом деле я ничего про книгу сказать не могу, потому что только я начала читать. И давайте я сейчас сам немножко поболтаю. Сейчас немножко сделаем по-другому, потому что так очень неудобно держать. Вот так вот иначе. Я поставлю свой телефон. Я хотела бы, о господи, с вами бы немножко поболтать на какие-нибудь темы. И я просила, вы точнее мне задавали вопросы, я не просила вас, вы сами мне задавали вопросы. И вы задали мне такой вопрос, как я отношусь к коронавирусу. Мне нужно показать вам планер, показать какую книгу я читаю. Вот я вам ее уже показала. На самом деле я не начала только читать вчера, поэтому вот. И давайте сейчас еще кто-то просил меня показать, сколько воды я выпиваю, как вообще, что, почему. Вот на какие вопросы вспомню, если честно, на те я отвечу, потому что у меня все вопросы в телефоне, на которые я снимаю. Но давайте начнем, наверное, как я отношусь к коронавирусу, потому что я не успела об этом подробно с вами поговорить. Сейчас времени достаточно, моя челочка, чтобы об этом поговорить. Давайте поговорим с вами. Но на самом деле к коронавирусу я отношусь, как и все, я сижу дома, никуда не выхожу. Конечно же, я выхожу иногда в магазин за хлебом, но, возможно, мы поедем куда-то в деревню, чтобы, как сказать, чтобы мы там не мешались на майские праздники, там, я не знаю. Потому что коронавирус, такая ситуация еще происходит вот в стране. Я думаю, как-то вот так вот будет обстоять дальнейшее дело, но я не могу сказать, как я отношусь, потому что это вирус, и он зависит от нас, как мы будем себя дальше вести. Если мы будем оставаться дома, то все будет хорошо, и будем надеяться, что он когда-то закончится. Пусть он закончится в мае, чтобы на летние каникулы так шить. На самом деле я не хочу, чтобы он длился дальше, потому что у меня волосы здесь. На самом деле я не хочу, чтобы он длился дольше мая, потому что, ну, во-первых, да, я не хочу в школу, но дистанционное обучение мне капец не нравится, потому что там очень много всяких контрольных, проверочных, это, они намного сложнее, и тему мы проходим тоже сами. Ну, давайте немного отключимся от этой темы про коронавирус, и я вам немножко покажу свой дневник. И так, кстати, я так и смогла выбрать тетрадку, вот, я сделала просто инстаграм, наверное, завтра или послезавтра, вот. Только выпущу это видео, так сразу сделала опрос инстаграм, и вы, я думаю, только посмотрите это видео, проголосуйте. Вот так вот выглядит мой планер, он немного отсвечивает, здесь написано ноты с заметки, он немного отсвечивает, потому что на меня сейчас светит окно, не могу сказать, что самое такое-то, он достаточно, он примерно такой же, как и книга, наверное, да? Да, чуть-чуть меньше, да, чуть-чуть меньше, но ничего. Первое это, теперь разменится вообще все как обычно, да? Я, по-моему, вам его уже показывала в прошлом видео, но некоторые меня спрашивали, как я веду туду-лист, на самом деле вот такой вот у меня туду-лист, то есть вот он. Давайте я вам сейчас прочитала туду-лист, и какие-то дела, которые мне нужно сделать, например, сделать ВПР, уборку, снять видео, сделать биологию, смонтировать видео. Кстати, мне нужно поставить две галочки, потому что я все-таки сняла видео, не вчерашнее, когда там был влог, и я для вас это все сделала. Вот, все, я поставила везде галочки, потому что я на самом деле все сделала, я убралась, и я довольна собой. Что-то мне сейчас волосами вообще творится, я не понимаю. Потом эту неделю я просто забыла про нее, что она у меня есть в планере. Ну, ладно, я ее немного пропустила. Эту неделю я уже заполнила на следующую неделю, потому что вообще не люблю выполнять недели. Я люблю, когда все расписано по дням, то есть, например, один день на один лист. Но у меня не так много листов, у меня не 365, 366 листов. И давайте немного расскажу про свои тренировки. Вот, я вспомнила еще один вопрос, который задавала одна девочка, но потом ее где-то через несколько-10 минут примерно подержали столько, и мне написали столько, но примерно 10 человек, наверное, написало. Расскажи, пожалуйста, я типа такая, окей, люди без проблем. И вы смотрите, я рассказываю, все окей. И эта девочка сказала то, что расскажи, пожалуйста, про свои тренировки, потому что очень интересно. Она никогда не занималась спортом, то есть, хочет начать дома. Вот, но, конечно же, она спросила, как лучше поступить, сразу куда-то пойти, зарегистрироваться, записаться, или же начать сначала самой дома, а потом пойти. Но, на самом деле, я не знаю, как лучше, потому что меня с трех лет записали на коньки, вообще никто не спрашивал, никакой физической подготовки я не была готова. То есть, меня просто взяли, иди. И я пошла, и выросла вот такая вот. Ну, собственно, на коньках действительно подготовка очень сильная, что на руки, что на ноги, что на пресс. Это просто все мышцы подключаются. И я безумно очень люблю, когда все мышцы болят после такой тяжелой тренировки. Это вот прям безумно мне нравится. На самом деле, я не знаю вообще, как так происходит. Но для меня это одно из любимых состояний моего тела, и поэтому я вот это очень люблю. На самом деле, лучше, наверное, позаниматься дома, посмотреть. Если вам охота... Просто я показала какую-то часть моих тренировок, но если вам охота прям полноценное такое видео, где я все рассказываю, все комментирую про мои тренировки, то ставьте обязательно лайки, пишите мне это в Инстаграм или ВКонтакте, ссылочки будут в описании. И, конечно же, просто, конечно же, не забывайте писать комментарии, которые у меня сейчас отключены. Я не понимаю вообще, по какой причине, просто я когда загружаю видео, они включены. Да, то есть, видео 10 минут примерно, они включены. А потом, после того, как прошло 10 минут с начала выпуска видео, они отключаются каким-то образом. Я не могу сейчас ничего с этим поделать, поэтому пишите мне в Инстаграм и ВКонтакте. На самом деле, мне будет очень приятно, и, да, я теперь с вами буду болтать вот так вот на всякие разные темы, поэтому пишите мне тему в комментарии, ВКонтакте, в Инстаграм, там, короче, везде все. Пишите, я постараюсь на все. Давайте проведем как-нибудь видео вопрос-ответ, где я буду отвечать на ваши вопросы, рассказать что-то подробное. Вот. Если вам это... Нравится вообще такая мысль и такая тема, то, конечно же, лайкайте, комментируйте. Не забывайте подписываться вот на эту красную кнопочку, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать мои видео. И что же, наверное, я с вами буду прощаться, потому что видео получается слишком долго, я с вами болтаю 7 минут, полторы, ой, 7,5 минут, и вот, наверное, это немного все скорректирую, будет немного меньше. Ну что же, это было все, и всем пока-пока.